Рядушки, новый обзор на канале, и пью я прямо один из моих любимых коньяков, сразу повторюсь, я его пил уже не раз, но это было год назад. Вот лезвинка, ребят, шестилетний коньяк, выдержанный, очень даже хороший. Последний продукт я от данного производителя, это акционерный завод Кизлянский коньячный завод, я пил Дагестан, десятилетний, ребят. Я его с собой брал в Турцию, поэтому, сорян, обзор не снял, но мы его употребили там, как нектар шел, вот, лезвинка, я уже в памяти не помню, но год назад мы его пили и тоже он нам зашел. Вот, ребят, как говорится, у данного производителя, а именно у Кизлянского коньячного завода, вот такие интересные большие бутылки, как будто бы ЭЛА-7. На самом деле, ребят, это всего лишь 0,5, представляете, а выглядит такая большая. Чем, наверное, не дизайн, мне нравится толстое дно, прям толстенное дно, смотрите, вот прямо, как большой палец, толстенное дно. Шесть лет, это прямо самый тот возраст, прямо нормальный для коньяка. Кто-то любит выдержанную, кто-то трешечку сюда пьет, потому что, как бытует мнение и правило, что чем меньше возраст, тем коньяк якобы более дючачий, более мягко идет. Хотя, не в каждом случае. Ну что, ребят, сперва встречает нас такая фольерная а-ля сигареты, как бы. Вот так все. Все вот так интересно, хорошо. Ой, блин, ребят, мне нравится. Мне этот коньяк, я говорю, очень нравится. Я даже, знаете, как ароматику послушал, и как будто бы, блин, домой в какой-то погреб свой домашний зашел, типа он, ну сразу он. Ну вот как-то так. Чуть-чуть чего. Погреем ладони с ливанцухи. Вот у нас побежали тут стрелочки и все такое. Нажно стакан, смотрите, потеть начал. Ну что, пробуем, не пробуем, послушаем ароматику на нос. Что-то изюм, чернослив, что-то такое, знаете, чуть-чуть ванилька. Ну, в общем, интересный вкус, неподдельный. Вот, кстати, производителя данного не перепутаешь ни с одним из российских коньяков. Вот абсолютно там старейшина там с ним. Вот смотрите, какие ножки пошли, ребят. Вот смотрите. Вот, если видно будет на камеру, прямо вот классно вот подчеркивает, какой хороший коньяк. Вот они, эти ножки поплыли. Вот прямо идеально вообще. Мне он очень нравится, ребят. Купил я его буквально вчера по скидке. Ребята, удивитесь, за сколько это было. 599 рублей, 600 рублей по скидке магазин верный. То есть 600 рублей за данный продукт. Вот это более чем суперинтересное предложение. Вот это вообще без вопросов. Ну что, поехали, пробуем. Ребят, он самый терпкий в меру. Вот знаете, вот. Теспи, вот первое дыхание, вот, ну, понятно, это алкогольный напиток 40 градусов. То есть вы держите, ну, во рту вот это проходит легкая спиртозность. И потом пошла вот. Знаете, мне напоминает, я раньше в детском саду был, и нам валили компот. Там нянечки все такие, в младших группах запомнилось. Вот там был то ли чернослив такой черный. Вот вкус вот этого компотика с черносливом. Блин, прямо обалденно, ребят. Вот прямо сразу вот. Вот сухофрукты тут прямо на первом плане. Ну, вот каванинка чуть в стороне отходит. Ну, бочки я так, кого я особо не чувствую. Ну, она есть, но чуть-чуть в меру. Потому что, ребята, это 6 лет, это вам не 10 лет. Вот в Дагестане 10-летней бочка чувствовалась прямо очень хорошо. Ну, он мягко-лайтовый ванильный, скажем, коньячок. Он подойдет и с девчонкой выпить. Если вы девушку свою удивите, она будет приятно удивлена. Она выпьет, она даже ее не вскрутит. Даже чистым она будет очень приятно удивлена. Поверьте мне, многие французы рядовые там уступают данному продукту. Ну что, поехали следующую. Видите, у меня закуски нет. Какая может быть закусочка под коньяк? Сами понимаете, под хорошие. Давайте прямо сухофрукты, прямо на прямом плане. Ребят, почитаю коротко, что здесь написано. Российский коньяк выдержанный. То есть данная у нас как бы спецификация. То есть если коньяк есть типа 5 звездочек, да, раньше было в советское время. А 6 и выше можно и написать и выдержанный. Потому что раньше не было 6 звездочек, 7, 8, 9. Уже возраст пишется. Выдержка 6 лет. Российский коньяк выдержанный. Лизгинка. Изготовленный, разлит акционерным обществом. Кизлярский коньячный завод. Россия, Республика Дагестан. Улица Такайт-Такайт. Завод основан в 1885 году. Состав дистиллят коньячный, выдержанный не менее 6 лет. Полученный дистиллизацией виноматериала из винограда сортов Ра Кацители. Бьянка и подарок Магарача. То есть, ребят, тут даже сортын прописано. Это вообще супер. Урожай 2013 года. Вот данный коньячок. Вот смотрите. Его залили в бочечку в 2012 году. 6 лет он зрел. В 2019 году его, скажем так, начали разливать и так далее. Так, посмотрим. Дата разлива. 21-й год, правда. 24-го, 05-го, 21-го. То есть, в бутылочке он находится чуть больше года данный продукт. Так, что у нас тут? Вода питьевая, соответственно. Так, а, еще вода питьевая в составе, умягченная. Соответственно, значит, ремонт. Таким сахарный сироп, краситель, сахарный колер простой. Ну, все вы понимаете, что цвет коньяка достигается не только созреванием, а, соответственно, сахарный колер. Это нормально. Это и в любых и дорогих вискарях, и коньяках это используется. Это не зазорно. В этом ничего такого нет. Так, возможно, наличие диоксида серы в пределах нормы содержания в исходном сырье. А, не превышает нормы. В общем, диоксид серы тут как бы присутствует. Ну, и дальше тут написано, что алкоголь противопоказан детям, подросткам до 17 лет. Так что, если случайно ваш ребенок зашел на этот канал, имейте в виду, что алкоголь – это яд, особенно для детей. Вот, чрезмертное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну, это понятно. Так, срок годности не ограничен. Ну, это понятно тоже, коньячок. 40 градусов. Ну, в принципе, здесь у нас заканчивается. Что у нас? На бутылке российский коньяк выдержанный. 6 лет акционерное общество Кизлярский коньячный завод. Алкоголь 40 градусов, произведен в России по ГОСТу, объем на 5. Коньяк выдержанный в бочках из кавказского дуба возрастом не менее 100 лет. Ого! То есть, вы как представляете, ребят? То есть, не менее 100 лет бочки. Ну, то есть, как бы, блин, ребят, без копеек 600 рублей – это вообще просто находка. Ну, за данную находку. Поэтому, если видите, я вам даже сейчас расскажу. В том году я был в Абхазии, ребят, и в Абхазии продавался абхазский коньяк. Ну, для туристов, в кавычках. Все туристы брали, я смотрю, таксист ставит на стоянку и пьет вот этот. Лезгинка у него была. Прямо пьет, ну, уже, как бы, там ночевал. Я говорю, а чего ты это, у вас же абхазский коньяк там, ты что, смеешься, что ли? Типа, это для туриста. И вот он пил вот эту лезгинку, ребят, представляете? Вот это не поддельно, он просто, вот, они, абхазы, стояли, таксисты, ну, уже смену сдали, видать, перед походом домой, они стояли втроем, пили вот эту лезгинку, то есть, с Дагестана, то есть, они, абхазский, их, не коньяк. Вот о чем и речь, это что-то говорит. Так, ну, давайте чуть обновим, а то как-то некрасивенько, то есть, что-то тут мало, не, чуть-чуть поболтаем, как обычно, принято, да? Для чего болтается коньяк, ребят, кто не знает, для чего вообще такой бокал, ну, во-первых, это уберете в ладошку, он согревается, начинается испарение, да? Во-вторых, он красиво выглядит бокал, его можно поболтать, видите, сужается это, чтобы он не выплескивался, видите, как я не болтаю, не выплескивается, поэтому, не знаю кто, можно википедии почитать, кто придумал коньячный бокал. Вот прям, смотрите, он в моей руке как нагрелся, вообще прямо, аж на запатил стакан, ну, прямо, ну, выпил прямо развлечительно, не знаю, хотя до этого не пил ничего, вот просто решил, ну, как говорится, у нас лето, жара, поэтому решил это дело снять на балкончик. Душно, кондиционер включать не хочется, вот поэтому на балкончике все это дело снимаю, как бы так. Вот, нахожусь сейчас в городе Брянск, скажем так, не у себя дома, а в гостях, ну, вот как бы так. Ну что, ребятушки, поехали очередную, просто коньяк мне прям заходит, никаких вопросов нет. Я, ну, знаете, некоторые говорят, о, не надо охлаждать коньяк и так далее, я люблю, чтобы коньяк был не теплый, а прохладный, вот просто его не в морозилку, не куда-то, а просто, чтобы он должен быть прохладный, ну, это мое мнение. Ну, потом, когда ты берешь, он начинает потеть и все равно улетучивается, ну, просто теплый, теплый любой спиртовой напиток, как бы пить, ну, не айс, по моему личному мнению, ну, про холодную тут речи не идет, просто он должен быть прохладный, ты же не возьмешь, на солнце поставишь, там по 30 градусов будешь выпивать, ну, это не то. Так, руку возьму, некрасиво смотрится, вот я берочку, чтобы она мешалась. Поехали, следующий, ребят. Да, сухофрукты. Спиртуозность прямо улетучивается, ребят, ну, понимаете, да, когда открываешь коньяк, всегда есть спирты, спирты никуда не деваются. Вот даже вот этот коньяк, я его сейчас выпил, я его не буду пить, я его купил для дегустации, вот он у меня постоит месяца 3-4, у меня мама любит коньяк, то есть, у нее давление пониженное, то есть, типа, в советское время было признано, что коньяк повышает давление, то есть, ослабляет, скажем так, ну, полезно, то есть, в малых дозах, конечно. Ну, и, соответственно, он маме пойдет, ну, я уверен, что он вот так, в него воздух попал, в початые бутылки он постоит еще месяц-два-три, он намного откроется. И вот, знаете, чем фишка всех коньяков и дорогих виски вообще, потому что он открывается каждый раз по-новому, то есть, взаимодействие с воздухом, как-то так. Но, я думаю, вы смотрите, у ребят образованно, я думаю, не мне вам объяснять, не рассказывать. Соответственно, ребят, теперь надо эту красоту допить до конца и балом, конечно, ребятушки. Вот они ножки побежали. Ребят, не смогу я пить коньяк, как будку, лотком и так далее, тем более, который мне нравится. Я привык им смаковать, знаете, прям классно. Знаете, вот в советское время было принято лимончиком. Что такое лимончиком запивать коньяк? Во-первых, лимончик, это для того, чтобы перебить вкус, как, знаете, раньше было, клопарами, запахи и так далее. Были же коньяки раньше в советское время очень разные, на самом деле. Хоть мы говорим, в советское время водка была идеальна и так далее. Ребят, мне недавно довелось попробовать водку с советских времен, ребят. Да, можно сказать, что она там выдохла, стояла, там была литовая, я чуть ее не выплюнул. Ну, хотя, мужчина попробовал советский, сказал, да, та самая. Просто мы привыкли вот то самое, советское и так далее. Ну, просто сейчас намного больше нормальных производителей. Вот как он красиво играет. Прям, может, смотрите, я его прямо ускорил, размотал. Прям, смотрите, как. Вот так красивенько играет. Вот такой вот цвет. Ну, Дагестан, десятилетний ребят. Жалко, что я не обозрел. Я его в Турцию выпил прям вообще. Ну, просто, хоть в отеле у нас был ультра все включено, но он у меня в номере стоял, прямо, знаете, а там постоянно все заставляют, там, напитки, коллофанты. Прям неохота никуда было идти, мы сели на балкончике. И вот так его за неделю к вам бутылочка ушла. И обзор я не записал. Поэтому, сорян, может быть, исправлюсь. Увижу еще Дагестан, десятилетний куплю обязательно. Ну, лесгинка, достойный еще представитель данной продукции. Ну, все, ребятушки, допиваю, балл, наверное, хватит уже. В принципе, вы знаете меня. Когда я долго с вами общаюсь, значит, мне заходит продукт, а он не заходит. Сухофрукты, прямо сухофрукты и в конце чуть ванилька. Вот так я характеризую еще раз повторюсь этот вкус. Бочки, бочки отчетливой нету. Ну, в принципе, что мы хотим от шестилетнего коньяка? В принципе, вот идеальный вариант, даже вот девчонкам, вот серьезно, попробовать своей супруге взять, она разделит. Вообще, вот смотрите, такие ножки так пошли, вообще обалденные. Ну, что, ребят, баллам данному продукту, данному коньяку, российскому выдержанному шестилет-лизгинку, я ставлю твердую восьмерочку из десяти баллов. Потому что восемь баллов – это железно. Ну, как бы десяточка, которую я пил, я заочно, ну, как бы скажу, я и девять поставил бы. Ну, а десять баллов, сами понимаете, это то, что идеальное. Ну, к идеальному стремимся, ищем, когда-нибудь найдем. Ну, соответственно, восемь твердых баллов – это прямо вообще хорошо. Это коньяк. Так, если до 600 рублей, просто я видел еще в Инглабе, оно по 660 был. Ну, если до 600-650 рублей вообще за глаза. Ну, перекрестки 590 там с копейками – это был подарок. Просто я увидел на кассе, взял даже не думая, хотя его пил. Мне кажется, и раз хочется разные пробовать, но я его пил, но не записывал. Вот я его взял, чтобы записать. Ну, что, ребятушки, спасибо, что смотрите. Коньяк достойный. Рекомендуется к применению. Увидите слово «лизгиночка». Вот такие тут парень с девушкой танцуют там. Сзади еще и группа товарищей, скажем так. Коньяк не зашел. Я его с удовольствием, где бы я ни был, просто захочется выпить коньяка. И без всяких головных болей, если я уведу лизгинку, просто без всякого за ночь, я возьму с полки и куплю. Ну, все, ребята, до скорой встречи. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ждите очередных новых видео. Буду стараться радовать вас чаще и чаще. До скорой встречи. Пока, пока, пока.